Всем привет! Меня зовут Наталья и с вами видеоблока Чехии записки Николеты. Несколько лет назад я снимала видео об аренде квартиры в Чехии, где касалось вопроса цены в Праге на аренду. Если вы не видели, можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. С момента съемки того видео прошло время и цены на аренду и покупки недвижимости изменились. Об этом я и хотела поговорить в этом видео. Так как я живу в Праге, то и буду говорить о столице Чешской Республики. Понятно, что цены в столице и в регионах различаются. В первую очередь это связано с работой. Цены на аренду и покупку недвижимости в последние годы растут. При этом средняя зарплата по стране меняется незначительно. Это обусловлено несколькими факторами. Первое – это рост цен на товары и услуги. Второе – то, что Прага, как и любая столица, привлекает население в поисках работы. Уровень безработицы в Чехии один из самых низких в Европе. Сюда приезжают также студенты, и не все они хотят жить в общежитии. Иностранцы из разных уголков планеты. И в таких условиях владельцы недвижимости повышают цены на аренду. При этом цена на покупку недвижимости в том числе зависит и от повышения цен на аренду. Также рост цен на покупку недвижимости зависит от того, что в последнее время ипотечная ставка достаточно низкая. Это 2-2,5%. И до апреля 2017 года ипотеку банки давали без первоначального взноса. То есть 100% от стоимости жилья. Но, как я уже сказала, с апреля 2017 года вступил в силу новый закон, по которому максимально, что вам могут предоставить банки – это 90% от стоимости недвижимости. Еще одним фактором, влияющим на рост цен на недвижимость – это малое количество первичного жилья в Праге. Новостройки, конечно же, есть, но их мало. Предложения меньше спроса. Большинство квартир в новостройках проданы еще на этапе строительства. Во время сдачи дома в эксплуатацию обычно остаются какие-то большие люксусные квартиры. Поэтому цены растут. И сейчас, на данный момент, квадратный метр в новостройке стоит где-то 70 тысяч крон или 2-700 евро. Еще одним популярным явлением в Чехии, которое влияет также на рост цен, является сервис по краткосрочной аренде Airbnb. Владельцам недвижимости выгоднее сдавать свои квартиры на краткосрочную аренду, чем на длительный срок. Потому что, допустим, квартира 60 квадратных метров в Праге, цены начинаются от 1000 крон за сутки. Это 38-40 евро за сутки. Понятно, что цена может варьироваться в зависимости от транспортной доступности, от близости к центру. Поэтому, если представить, что квартира сдается целый месяц, то выгода для владельцев очевидна, даже с учетом расходов на уборку и на какой-то косметический ремонт. Поэтому на рынке долгосрочной аренде предложений уменьшилось в связи с этим, и цены возросли. Так, например, предложений на долгосрочную аренду по Праге 1, 2 и 3 можно найти 2-2,5 тысячи предложений. При этом на сайте Airbnb вы найдете в этих же локациях 8 тысяч предложений. И теперь главный вопрос для людей, заинтересованных в жилье, стоит, что же выгоднее брать ипотеку или арендовать всю жизнь квартиру. Я читала исследования, где сравнивали цены в разных пражских районах на аренду ежемесячного жилья, на саму стоимость этой такой примерно квартиры, также ежемесячную оплату по ипотеке на 20 и 30 лет. Так вот, исследование показало, что в Праге, если рассматривать ипотеку на 20 лет, то во всех пражских районах, кроме Праги 5, аренда выгоднее, чем ипотека. Если же рассматривать ипотеку на 30 лет, это максимальный срок, на который вам могут дать банки ипотеку в Чехии, то тут уже с небольшим перевесом выгоднее взять ипотеку. И перевес в 60-70 евро для многих семей, молодых, особенно с детьми, может быть решающим в сторону ипотеки. В регионах же ситуация обычно такая, что ипотека на 20 и 30 лет выгоднее, чем аренда. Единственное исключение – это Карловы Вары, Бурно и Градец Краловы. Там ипотека на 20 лет будет невыгодна, чем аренда, но на 30 лет уже с небольшим перевесом выгоднее, чем аренда. И перейду к самому главному, к стоимости жилья. Назову несколько вам цен по пражским районам. Я буду называть стоимость аренды в месяц, стоимость примерно такой квартиры, сколько вы заплатите в месяц примерно при ипотеке на 20 и на 30 лет. При условии, что мы будем рассматривать квартиру 60 квадратных метров, ипотеку под 2,19% ставка, при первоначальном взносе 20% и фиксации на 5 лет. Скажу сразу, что цены буду называть в евро. На экране я напишу и в кронах, для простоты и понимания. Прага-1. Ежемесячная аренда квартиры 60 квадратных метров обойдется в 1040 евро в месяц. Стоимость такой квартиры примерно 470 тысяч евро. Оплата по ипотеке на 20 лет обойдется примерно в 1950 евро, а на 30 лет в 1400 евро. Как видите, цены в центре Праги такие, что дешевле будет снимать, чем покупать недвижимость. Прага-3. Ежемесячная аренда обойдется в 650 евро. Стоимость такой квартиры примерно 190 тысяч евро. Ипотека на 20 лет в месяц обойдется вам в 490 евро, а на 30 лет в 580 евро. Прага-5. Аренда в месяц обойдется в 890 евро. Цена такой квартиры примерно 193 тысячи евро. Ипотека на 20 лет обойдется в 800 евро, а на 30 лет в 600 евро. И еще один Пражский район. Прага-9. Аренда в месяц обойдется в 560 евро. Стоимость такой квартиры будет где-то 151 тысяча евро. Ипотека на 20 лет в месяц это 630 евро, а на 30 лет 470 евро в месяц. Для примера возьму еще несколько регионов Чехии. Брно. Снимать квартиру в Брно обойдется вам примерно в 500 евро в месяц. Стоимость такой квартиры 124 тысячи евро. Ипотека на 20 лет обойдется в 513 евро, а на 30 лет 380 евро. Плезень. Там аренда квартиры будет стоить 440 евро. Стоимость такой квартиры 98 тысяч евро. Ипотека на 20 лет 380 евро, а на 30 лет 280 евро. На этом я буду заканчивать свое видео. Единственное, о чем хотела еще упомянуть, потому что с этим сталкиваюсь периодически в социальных сетях, это с заблуждением, что если купить квартиру в Чехии, то вам дадут ПМЖ и гражданство. Хочу разочаровать, что ни вынуждений, ни ПМЖ, ни тем более гражданства владельцам недвижимости не положено. Максимально, что можно рассчитывать, это туристическая виза на 90 дней раз в полгода. На этом все. Пишите в комментариях, что бы вы выбрали всю жизнь снимать квартиру или же брать ипотеку. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. И всем пока!